Добрый день, дорогие друзья! Как вы, наверное, уже слышали, правительство предлагает ввести в налоговый кодекс несколько новых налогов. Поскольку одновременно введено наказание за проявление неуважения к власти, то мне приходится обходиться только цензурными словами. Это сложно, но я попробую. Новые налоги должны заменить уже существующие обязательные платежи, такие как утилизационный, экологический, гостиничный сбор, уплату за негативное воздействие на окружающую среду, сбор из большегрузов и с операторов связи. На первый взгляд, ничего страшного. Ну, назвали обязательные платежи налогами, и что с того? Включение обязательных неналоговых платежей в текст закона изначально было просьбой бизнеса. Ну, по понятной причине, такие платежи произвольно устанавливаются чиновниками и образуют значительную нагрузку на бизнес. Предприниматели хотели зафиксировать список всех платежей в законе, а также ограничить возможности для увеличения ставок. Ну и что получилось? Получилось, как всегда. Посмотрите на реакцию бизнес-сообщества на решение правительства. В чем же дело? А дело в том, что создавая новые налоги, правительство решает одни проблемы, но создает много новых проблем. Во-первых, новые налоги будут выше, чем старые платежи. Во-вторых, поскольку теперь это налоги, то и ответственность будет налоговая, то есть штрафы и уголовные дела, которых раньше не было. Ну и в-третьих, и это главное, правительство никак не ограничило появление новых неналоговых платежей. Следите за руками. Бизнес просит ограничить и систематизировать нагрузку, а правительство идет навстречу и увеличивает нагрузку, но никак не ограничивает возможность появления новых поборов. Вот есть, например, у нас курортный сбор. Его должны были платить гостиницы Крыма, Алтайского, Ставропольского и Краснодарского края. Туристический бизнес этих регионов всегда жаловался на этот сбор. Ну ведь и так с туризмом в стране непросто, а тут еще и этот курортный сбор. И Министерство финансов услышало бизнес. Теперь предлагается курортный сбор отменить, а взамен ввести новый гостиничный налог, который должны будут платить гостиницы, санатории, пансионаты и даже частные апартаменты, но уже по всей стране. Пошли, так сказать, навстречу против трудящихся. Вообще, за каждым новым налогом должна стоять экономическая логика. Так даже в налоговом кодексе написано. В чем экономическая логика гостиничного налога? Это что, призыв сидеть дома, не путешествовать и не ездить в командировки? Или перемещаясь мы амортизируем пространство? Ну, введите еще налоги на ношение чемоданов. Будет столько же логики. Но самый вопиющий пример – это, конечно, сбор с больших грузов. Знаменитая система Платон. Платон всегда был большим всероссийским мошенничеством. Системой кормления для приближенных Путина. Судите сами. Под предлогом того, что большие грузовики портят дороги, правительство вводит сборы. Дальнобойщики должны оборудовать грузовики специальными приборами и оплачивать каждый пройденный километр. Выглядит логично. Если, правда, не вспоминать, что дороги построены на налоги граждан, то есть потребители перевозимой продукции за эти дороги уже один раз заплатили. Давайте забудем про это. Что же происходит с этими сборами, которые платят водители, но, конечно, из карманов потребителей? Эти сборы идут Ротенбергу. Не государству, а сыну друга Путина. И обоснование у этого смешное. Якобы стоимость обслуживания системы собирания денег с дальнобойщиков примерно равна сумме собранных денег. Поэтому деньги, которые мы отбираем под предлогом ремонта дорог, пойдут не на ремонт дорог, а путинскому приятелю. Нахрена их тогда вообще собирать? И вот теперь Министерство финансов делает это налогом и повышает эту плату в два раза. То есть раньше водители стонали от этих поборов, а теперь они повышаются в два раза и вводятся штрафы и уголовная ответственность за неуплату. Не смогли оплатить сладкую жизнь Ротенбергу? Получите штраф и уголовку. Дополнительный бред в этой истории, что налоговый платеж предлагается собирать частному лицу. Вообще-то это называется откупной системой, когда государство передает свое неотъемлемое и суверенное право на сбор налогов частному лицу. Откупная система была популярна в средние века, а в России была отменена в 1863 году, через два года после отмены крепостного права. А теперь возвращаем. Видимо и крепостного права ждать недолго. Почему вводятся новые налоги? Это в общем-то понятно. Путин всеми силами пытается сконцентрировать недостающие финансовые ресурсы, поскольку экономика-то не растет, денег взять неоткуда. И ради того, чтобы эти деньги собрать, хороши все средства. И увеличение налогов, и повышение пенсионного возраста. Нефти ведь путинскому окружению уже не хватает. А люди, вот они, новая нефть. Кто-то же должен платить за Сирию, за Чечню, за 20 резиденций президента, за венесуэльские авантюры Сечина, за африканские авантюры Пригожина. А еще надо оплачивать срач в комментариях постам оппозиционеров, вмешательство выборов в Америке, финансировать радикальные европейские партии, платить нечистым на руку тамошним политиканам. Зачем? Да все очень просто. Чтобы разменять все это на возможность спокойно тратить украденные у россиян деньги на том же Западе. В общем, пока Сбербанк говорит, что на вкладах у граждан есть денежки, платите. Путинская система – это государство тотальной несправедливости. Но не только справедливости не хватает в стране. У властей отсутствует милосердие. Посмотрите, кто расплачивается за шикарную жизнь путинского окружения. Более третий россиян не могут позволить себе купить обувь по сезону. Каждый десятый не может позволить себе питаться мясом или птицей. У 9% городского населения нет доступа к канализации. Это государственный Росстат заявил. А значит, настоящие цифры вряд ли лучше. И именно те, кому нечего надеть и кто не может позволить себе нормально питаться, будут платить эти новые налоги, а не на них. В то же время, с 2009 года число долларовых миллиардеров в России выросло в три раза. А их состояние в четыре. Так Путин победил олигархов. Впрочем, посмотрите на его собственный образ жизни. Он точно такой же. И это не потому, что Россия – страна какого-то особо дикого капитализма. Нет. Просто когда человек имеет неограниченную власть в течение 20 лет, он становится президентом своих друзей и своего окружения, а не президентом всех граждан страны. Давайте об этом не забывать. И больше не экспериментировать с наделением кого бы то ни было такой властью. Добрых царей не бывает. Чтобы жить нормально, каждому человеку надо тратить время на контроль власти и иметь возможность непосредственно влиять на нее. Так построены современные парламентские демократии. И там власть, состоящая из очень разных людей, совсем не святых, вынуждена служить народу. А если пытается работать на себя, то идет в отставку или в тюрьму. Причем не через 20 лет, а сразу. Мы можем организовать свою жизнь точно так же. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...